И будем мы сегодня говорить также о гонке за просмотрами, о том, что сегодня происходит все-таки в метриках и кто и как анализирует вообще свою аудиторию. Спасибо большое всем тем, кто сегодня в качестве спикеров и тем, кто сегодня в зале. Кому интересна эта тема, я представлю вам всех тех, кто сегодня с нами. Итак, я начну с Всеволода Крутько. Это директор по развитию агентства Вонделкепта. Юлия Слуцкая. Это основательница и медиаэксперт, основательница пресс-клуба. Франтишек Вечерко, радио Свобода и медиааналитик. И еще много кто. Светлана Девятова. Это человек, который знает все про аудиторию Тутбай. Павлюк Быковский, медиаэксперт. Меня зовут Алла Шарко. И сегодня я буду пытаться сделать так, чтобы все наши спикеры рассказали все, что они знают. Ну и будем мы начинать. А начинать мы будем с презентации Франтишка Вечерки, которую он подготовил для нас. Мы уже краем глаза подсмотрели. Это действительно очень любопытно. Я вот передаю инструмент. Всем привет, Аня. Я попробую сделать такие овервью, окреслить проблему. Адразу скажу, что я не працую на вопрос с реклямой. И конкретно пытание монетизации, кем чыном гэтае змены, проблемы и махчымасте уплывают на рынок реклямный, я не скажу. Але с чем сутыкнулися мы, кале я кажу, мы гэта международные сетки медиа, такие як BBC, Голос Америки, Радоя Свобода, это с проблемой у замера аудитории. С кожным годом ранее мы вызамирали аудиторию в принципе про запытание Гэллопа, некоторые супрацовничали с Гемиусом, некоторые брали за основу Комскор, некоторые брали больше опытаний, некоторые робили дзенниковые записи за основу вызначения аудитории. Але с кожным годом разыходжение помеж этими личбами было все больше, больше, больше. И пару месяцев тому назад в Вашингтоне мы провели доследование, что разыходжение у некоторых медиах помеж выниками Гэллопа и выниками, я кидае Айдоби, было прикладно 17, даже до 25 разов. Франок Калиласко, расскажи, что за доследование вы робили и чему в Вашингтоне ты на вогу робишь доследование? Добро, значит, я працую на агентства за международное участие США у отделе политики и доследованию. Мы анализуем, яким чыном можно досягаць, добивацца и уплываць на аудитории по всем свете. Конкретно наше агентство допомагает Радио Свобода, якое працюе с евразиатскими краинами, Голос Америки по всем свете, Радио Марти и Телебачення Марти, это кубинское вещание, Близко-Усходное вещание, это телеканалы Лехура и Афилиаты. И еще клея 4 тысяча невеликых выдано. И тому мы избираем гэтые личбы одразу с сотня и тысячи украинцев. И проблема стала особлива востра год тому назад. Мы ее крысли разом с коллегами из BBC, потому что BBC начали гэтым займаться ранее. И они выпрацывали 50-сторонковую стратыгию, которая называется GEM, Global Audience Measurement, где они вынайшли падыход, яким чыном можно замерыть свою аудиторию без зулікам перасечэння. Умовно кажучи, кольки кожны дзень, кожны тыдзень, кожны месяц уникальных чалавек, живых людей, яны покрываюць. Потому что мы ж не можем просто сумовать прагляды на ВКонтакте, на нашем веб-сайте, на Ютубе, и сказать, что у нас 2 миллионы праглядов за учора. Ясно, что аудитория значительно меньшая, и уники замираюцца инакше. Значит, первое, с чего все выникает, что есть теперь дзема это исследование. Однако, когда мы замераем аудиторию брэнду и аудиторию контенту, например, у Беларуси, по поводу для пытания Гэллопа, да это люди активно слухают беларускую службу Голоса Америки, которая, в принципе, исновала всего 8 месяцев в 54-м годе. Но то, что сам по себе брэнд мощный, и он иснует, и тем больше, когда им дают закрытые пытания с вариантами, и они называют Голос Америки, а маль 2% насельництва стабильна на протяжении 8-ми годов, это минавито отхиление у бок брэнду. И ясно, что мощные брэнды стягивают увагу на себе, слабейшие брэнды, наоборот, губляются в таких исследованиях. Когда у Беларуси это еще не так проблематично, а у других странах, где, например, Голос Америки и Радость Свобода Иснует, мают, например, деметрально сопротивление выники у пытаниях и у дегитальных личбовых метриках. Значит, что мы вымяраем, когда шукаем аудиторию? Значит, мы замяраем грамадское меркование, мы этого не отмолваемся, но мы начали его рабить трошки иначе. То, как мы проводим те самые пытания, или проводим их частей в формате маниторинга, у некоторых краинах в формате дзенника, где есть телебачение. Мы используемся историями и цитованиями. Истории это конкретно, когда есть... Это не то, что можно личбово вымярать, а это то, что может освещать про наш уплыв. Когда умовно кажутся, что некая история про БРСМ умовно пауплывала на то, что отхилили наставницу со школы, чего не отбылось, это значит, что был успех, и мы достигнули пауной критичной массы, которая привела до изменов у грамадства. То, как тут может быть замер не просто колькасный, а может быть замер так званный по майлстоунс. Мы достигнули майлстоунс, поплывали на житчо у грамадства, значит, это успех. Мы выполняем свою миссию. И третье, это личбовые метрики, якими вы все корыстаетесь. Это Google, это Adobe Omniture, для социальных сеток это иншая программки. Значит, у нас есть обмежевание, и это тычется Беларуси, это тычется Молдовы, и особливо тычется ауторитарных краинов, як Азербайджан, Таджикистан, Туркменистан. Про политичное обмежевание вы все выдатно ведаете, что а пытание у Беларуси социологичных, особливо, что тычется СМИ, грамадского меркования, нема, яким можно стоп процентово доверять. Тые, яке есть, они нам дают обрывочную некую картину, але нават вельми часток, аль мы возьмем коммерцыйные а пытание и державные а пытание, то у нас вельми мощно разыходятся дадзины, что перевышает, в принципе, усе допущальные нормы у разыходжениях. Правда, такое зожды отбывается у грамадствах мощно поляризованных. Например, у Польши теперь так само. Ци у Польши, ци нават у Злужанных Штатах Америки, ци у Грузии, так само дадзины могут адрозниваться у пику кампании у неких политичных, але кампании у нема, як теперь у Беларуси. Гэта и дадзина не павинна моцна адрознивается, а не адрозниваются стабильна и нават супрацлеглые маюць пакашчики. Значит, технологичные адрознини першые, гэта праз Google и Adobe мы можем замерать усе аудиторию, сказать, что столькі-то пришло з Расей, столькі з Беларуси. Калі мы робим а пытанні, наприклад, па сэмплу тысячу человек плюс у Беларуси, мы можем померять толькі беларускую аудиторию. Плюс, вы сами ведаете, что многих наших краяных и у Беларуси люди все больше карыстаюцца будаванными VPN-ками, ананимайзерами, ты, які распознаюцца программками як замежные карыстальники. У выпадку з дигитальными метриками мы их уличываем, мы их можем зауважыць и предпамозят опущэнню сказать, что это беларуская аудитория, якая карыстаецца польскими VPN. У выпадку запытаннями мы гэта сказать не можем. Вот программки, якими мы карыстаёмся для замеру аудиторию. Я знову кажу, гэта некоммерцыйные меты. Наша задача гэта отсачыць паводзены и головная уплыв наших СМИ, вусь наших 4000 плюс медео и пятибуйных сеток. С того, что мы новое робим, гэта мы спалучаем, мы вельми великую вагу надаем замеру сеткавага трафику, и калі мы вылучаем, вылучаем сайтовый трафик, мы админусовываем сеткавы. Тому, что гэта першы момент, где ты можешь пазбавиться гэта непотребнага перасечэння. Бо, калі мы уключаем... Вабачай, можно тебе так перебиваць? А як вы гэта робеце? Як вы выключаетесь сеткава трафика? Ну, умовно кажучи, мы берем лічбы, большість наших программ і ресурсоу пабудаваны, маюць усталяваны чартбіт для оперативнага, тактычнага трафіку, і маюць айдобі омнічав систэму. Ясно, што мы гэта гу вызначаэм па асобных катэгоріях. Мы маем асобные дашборды для трафіку прамога реферальнага і асобные дашборды для трафіку сеткавага. І як правила, нават на радуе свабода, дам вам прыклад, радуе свабода прамы трафік, які ідзе на сайт, гэта інтэлігэнцэя, ну, брэнд персону окрэслю, сорак-пятзэцят гадоў, інтэлігэнцэя, стейкхолдары, як правила, мушчыны, які праводзэць сэрэднім на сайті 5-6 хвэлінаў. Калі мы берэм сеткавы трафік, то гэта людзі, які праводзэць менш за одну хвэліну, дзяўчаты 20-30 гадоў. Атпаведна, сеткавы трафік абсалютна ніяким чынам ў пляня вот этой продэкт-персоны і метавэй аудиторы не супадая з трафікам сайтовым. І што мы ў выніку пачалі рабіць? Мы пачалі рабіць асобна контэнт для сеткавы аудиторы, таму што хрэніцы трафіка ўплываюць на нашу палітыку, на нашу контэнт-палітыку. І ў нас ўсць асобныя відео, асобныя артыкулы, асобныя інтерактывчыкі для дзяўчатак з Инстаграма і Фейсбука. А асобныя матэріалы, гэта сурьозна аналітыка, Віталь Цыганкоў, Юры Дракакруст, які для той аудиторы, якая традиційна прывыкла хадзіць на радуе свабода, так званыя стейкхолдары і опінянмейкеры. Я трошкі паскоруся, таму што каб не губляць часу. Добре, значыць, як да пропащу слайд, но тут самая важная, што як зменілася замярэння аудиторы, што мы ў першу чергу окрэсливам патэнцыйну аудиторыю, калі ў нас оріентація на пэвную краіну, ці на пэвномоўных карыстальнікаў, яна берэцца за патэнцыйны максимум, потым мы замяраем аудиторыю на кожной платформе і мы ўзважываем гэтэй аудиторы. Гэтэй ўзважуванні, яно адбываецца шляхам стварэння коэфіцієнтаў. Гэтэй коэфіцієнты, напрыглад, умовны карыстальнік, ці падпісант, ці ангажаванная асоба в контакці, нераўназначная падпісанту на ютубі. Умовны карыстальнік і лаяльны чытаачу інстаграме, які пастээнна дзеліцца, не тоя самая, што выпадковы праглядальнік цінійкая бабулька, яка адкаментавала ў аднакласніках. І гэтэй ўсё ўзважуваецца, і мы гэтэю... У Беларусі мы гэтэга не робім яшча, или робім на вялікіх рынках стварэння гэтэх коэфіцієнтаў, яно обнавляецца кожны квартал. Значыць метрыкі. Раней гэта былі колькасныя метрыкі, і наш посьпіх мэтэй задачы на год, квартал, три гады і пяць, вызначаліся метрыками, які ў першым ступку. Як правіла, гэта падпішчики, фэны, лайкі на соціальніх сетках, гэта колькас візітаў на сайт, цяпер гэта спалучэння колькасных і якасных метрыкаў. І мінавіта па гэтым, на гэта мы орэентуем нашых дэрэктароў, кераўнікоў службаў, редактараў асобных праграмаў, каб яны сачылі гляделі па новаму. І ёсць адна метрыка, да якуе мы привязаліся вельмі моцна, эта метрыка колькасць ангажаванню на тысячу падпішчиков. Тому што ясно, што нілька параўнаць ў мовную радуў свабодаў Росеў, ў яких паў мільйона, і потенційный рынак росейска мовных больже 200 мільйонаў, і радуў свабодаў Беларусі, де беларускка мовных 2 мільйоны на 10-мільйонну аудиторію. І мы просто дзелім на колькість падпішчиков. І тады можна прасачыць ў любой гістарычной перспэктыві, за любой адрэзак часу, ефіктыўнаць працы. А таксама асобныя праграмы, дзеяны, на якую аудитору спрацовуюць ляпшы горш. Як гэта прапушчу. Значыць, якасны падыход. Што нам трэба заміраць? Што нам трэба навучыцца? І гэта була асновнае пытання нашай дискусіў з Бі-Бі-Сі. Як мы павінаў вогулі заміраць нашу аудитору? І адна з висново, до кой мы прышлі, мы павіна распрацоваць алгарытм, механізм аценкі з викарыстаннім новых падыходаў. А новая падыходы гэта, умовна кажучы, скласьцяць з техметрікаў працедуру вызначэння ядра, а таксама вызначэння кошту конверсіў. Толькі конверсія гэта не коммерцыйная, не умовная конверсія на пакупніка продукту, а конверсія на лаяльнага чытача-падписанта, паколькі ў нас немамэты коммерциалізавацца. Тобак мы маэм умовны мільйон праглядаў паста цивідая БРСМ ў інтернэця, мы гледзім, колькі з гэтых мільйона ў нас было ангажування на всіх сетках, прыбіраем перасечаную аудиторую і гледзім, колькі з гэтых людзей потым вернулася на сайт Радоя Свабода, на Ютуб, на Вконтакте, на Фейсбук. І вось гэты коэфіцієнт ад першага етапа прагляды ахоп да ангажуванню і з ангажуванню да лаяльнэй аудиторі і з'являецца новым падыходам да замеру і визначэнні афіктывнасті працы. Бачай, вы так робіцца на кожны артыкул ці о сярыднім? Ні, гэта робіцца на ўсю на ўсю службу, на пэўны прамяжак часу. Мы гэта робімо, звычайна, на місяц. Мы просто бярем три умовна клясычныя пакашчыкі ахоп ангажуванні і лаяльнэя наведнікі. Калі браць на сайці, то ў нас лаяльнэя мы берем схэму чартбіта. Гэта ты, хто восім разов за два тыдні наведалі сайт. Та чартбітовская метріка і он лічыта лаяльным. І, мовна кажучы, колькі трэба, каб наш контэнт на сайці було выпадковых пэйчфьюсаў, каб ператварыць іх вось ў гэтых лаяльных восім разов на два тыдні наведнікаў, гэта ёсць, якбы, нашая мета, гэта ёсць, якбы, замер нашай афектыўнасті. І мы можым параўнацца, мы можым тады гэта самая зарабіць на асобную рубрыку, на асобны сайт, на целую краіну ці на групу сайтаў. Ва Украіні, напрыкат, мы заміраем па асобку Донбас, Крым, Реалі і Украінская свабода, а таксама заміраем агулам. І можна бачуць, напрылад, якая са служба ўцягнеў перат, якая служба ўцягнеў ніс, якая растеў, якая падае. Всё. А, ну, ўзэта моё пошні слайд. Эта вось новая, мы шыда гэтага не дайшлі практична, але гэта індэкс. Гэта умовны індэкс нашай афектыўнасті. Ён сполучаюся гэтай факторы, пра які я казаў. Першая, ахоп, ангажаванні і імпакт, уплыв. І мы дзялім на патанційну аудэторію. Але пры гэтым, каб вызначыць індэкс, мы даём кожному фактору, кожной метрыцы сваю вагу. Калі умовна 100% гэта ідеальны перформанс, ідеальны ефектыўнасті службы, то мы, напрыклад, пэйч-вьюсы маюць толькі 15%. І калі ад патанційны аудэторі, аль будь середня гадавоя аудэторі ў нас прырост, значыцца, гэтай 15% будуть па максимуму. Напрыклад, умовныя перадрукі ці репринты, і аны складаюць 20% ад агульнага скора, ад агульнага індэксу, то їхня доля будзе большая, ці меншая. Тобак просто мы вызначаем, галовнае гэта раздаць вагу кожной метрыцы, не верыць лепо адной метрыцы. Я вам патым пакажу, чаму на беларускіх прыгладах. Дзяка. Сразу много микрофонов. Франтишек, спасибо большое за презентацию. И я думаю, что на самом деле опыт такой редакции, как Радио Свобода, очень полезен. Вообще, какое количество людей вообще занимается вот этой аналитикой, просто чтобы... Я понимаю, что, наверное, не один, но просто интересно. На Радио Свобода нема аналитики. То есть нет отдела, который занимается? И гэта самая великая проблема, что у нас, в принципе, на усё агентство, на усё гэтую раву службу працую 18 человек. И гэта аналитика у Вашингтоне. И отрымливается, что заужды увага до великих рынков. И гэта самая великая проблема и с Комскором, например. Есть Комскор, які робять фантастычное доследование, але они робять доследование только по великих рынках, до яких Беларусь не относятся. То есть самый гемиус робить по Беларуси, але, как правило, гэта слезы катина и управлять с тем, что гемиус робить на інших рынках. И мы вот от гэта покутуем, але спробуем выпрацывать такі механизмы, які будзе, які BBC, які будзе универсальны, які будзе не тільки працаваят зумовна Росія, ці США, а які будзе працаваят на вот самой микроскопичной Молдовы, і нікого не покрутить. Спасибо большое. Я хотела бы сейчас передать слово Всеволоду Крутько, потому что вот сейчас Франтишек говорил о том, об измерении аудитории, об эффективности измерения аудитории. И хотелось бы услышать мнение тех, кто работает в рекламе, в маркетинге. Всеволод, с вашей точки зрения, то есть как эффективно измерять аудиторию, какую аудиторию вы измеряете, и вообще для чего. То есть насколько совпадают вот эти вот исследования. Спасибо, Алла, спасибо, Франтишек. На самом деле очень интересная презентация, здорово было посмотреть, как это по-модному в западных странах делают исследования. Если вернуться в Беларусь, то картина, конечно, не такая радужная, проблемы, наверное, две. Одна из проблем — это деньги. То, о чем говорил Франтишек, так что гемиус, да, на самом деле то, что гемиус присутствует на рынке, если мы говорим о диджитале, это уже большой прорыв, большое достижение, но даже тот же гемиус делает, наверное, процентов 10-15 от того, что он может делать. Там на рынках типа Германии они делают безумные кроссплатформенные исследования, которые позволяют мерить аудиторию сразу всех медиа, там телевидение, диджитал и так далее. У нас это вот, ну вот пока то, что и то, это исследование балансирует на грани самоокупаемости или самонеокупаемости, да. Вот. И вторая проблема — это специалисты, потому что на самом деле, ну, будем откровенны, достаточно немного на рынке специалистов, которые хотя бы с Google Analytics справляются худо-бедно, да. То есть базовые вещи, там количество визитов, посмотреть там статистику по странам, еще какие-то там конверсии, то какие-то базовые самые вещи по конверсиям, путь посетителя — это уже какой-то такой level up сразу. Вот. То есть у нас, что особенно, кстати, вот важно для медийных проектов, когда вот там тебе ты читаешь статью, тебе предлагают почитать с этой статьей что-то еще, да. Это же все происходит в результате исследований. И таких специалистов у нас немного. И как правильно сказал Франтишек, в измерениях очень правильно работать с несколькими системами, потому что мы, например, пробовали там, не знаю, смотреть, делать конкурентные анализы по SimilarWeb. Но когда начинаешь накладывать данные SimilarWeb на данные реальных рекламных компаний, получается, мягко говоря, значительное расхождение. Вот. Поэтому если брать только один какой-то инструмент, то будет такая очень хромоногая, однобокая информация. Вот. Что касается еще момента, который вот предыдущий спикер поднял в плане измерений конверсии, то в контентных проектах конверсия вообще достаточно сложная штука. Если мы сравниваем, там, например, ну, сейчас очень популярная подача рекламной информации в виде так называемых нативных проектов, да, когда рекламная информация интегрируется в редакционный контент так, чтобы она максимально, точнее, минимально выделялась из него. И этот контент зачастую не приводит, он интересен сам по себе, и он не всегда может приводить к каким-то моментальным конверсиям. Вот буквально недавно у нас был проект, когда мы призывали людей подавать заявки, начинать свое собственное дело, как стартапы, да. и один из форматов продвижения этой компании были вот именно нативные проекты. Мы столкнулись с тем, что совершенно невозможно померить конверсию, потому что конверсии не происходили в режиме реального времени. То есть люди не читали статью об успешных бизнесменах, например, и не шли сразу там подавать заявки. Требовалось время на то, чтобы обдумать это, принять решение, сформировать какое-то мнение по этому вопросу. То есть здесь важны так называемые, скажем так, промежуточные, может быть, какие-то данные, не отнесящиеся непосредственно к вот этим техническим вопросам. Количество визитов, количество просмотров, глубина, точнее, время, проведенное на странице и непосредственно конверсия. Важно смотреть, что происходит в том же Google Trends, насколько популярными становятся поисковые запросы по определенной теме, насколько популярны становятся сайты, связанные с этой тематикой и так далее. То есть здесь история с измерением конверсии, она выглядит совсем непросто, как кажется, если говорить о контенте. Что касается вообще измерения аудитории, то на рекламном рынке, конечно, происходит сейчас сдвиг в парадигме, понимании, что ли, да, то есть раньше тупо смотрели на цифры. Высокие цифры, отлично, идем, делаем. сейчас есть понимание, что высокие цифры, это, конечно, хорошо, но высокие цифры прежде всего означают высокие деньги, и далеко не у всех рекламодателей, например, есть возможность и необходимость, по сути, таргетироваться прямо на всю-всю-всю аудиторию, да, и поэтому есть некий, ну, я бы не сказал таким таким прям заметным супер-глобальным трендом на рынке, но есть потихонечку тренд, что рекламодатели стремятся, ну, то есть у рекламодателей бюджеты как-то так фокусируются, они стремятся фокусировать свои рекламные усилия, и поэтому они заинтересованы в том, чтобы понимать именно качественный состав своей аудитории, не просто там полтора миллиона уникальных посетителей ежедневно, да, а состав этой аудитории, да, а для того, чтобы понимать состав этой аудитории, нужна более подробная статистика, какие материалы читают эти люди, какие, как в фейсбуке, на какие сообщества еще подписаны люди, которые подписаны на ваше сообщество там или на какое-то другое, да, то есть любые данные максимально, которые позволяют понять именно качественный состав аудитории, Еще важный момент, что этот вакуум данных, в котором мы находимся, он не уникален для белорусского рынка. Во всем мире есть проблема с качественным измерением данных. Этот вакуум создает пространство для спекуляции и мошенничества. То, что очень много обсуждается в контексте, кто занимается маркетингом и рекламой, знакомым, например, с форматом программатик размещения, когда ты не имеешь данных об аудитории, но якобы ты покупаешь какую-то конкретную именно твою аудиторию. При этом, как она вычисляется и как она находится, об этом у рекламодателей и зачастую даже у самих продавцов этой рекламы есть только самая общая информация. Недаром говорят, что даже на мировом рынке в странах Западной Европы и США порядка 30% рекламных бюджетов – это просто отмывание денег через вот такие каналы типа программатик и так далее. Ну такая приблизительная статистика. Очень много ботов, очень много так называемого оффроуд трафика и так далее. Все это происходит потому, что отсутствуют качественные четкие измерения аудитории. То есть действительно проблема существует даже на больших рынках, но в Беларуси она очень-очень актуальна. А давайте сейчас перейдем, наверное, на тот вопрос, который волнует всех. Я бы хотела услышать ваше мнение по поводу того, что происходит сейчас с Яндекс.Дзеном, вот этот феномен. То есть ничего, мы все поделимся. Наверное, вот очень интересный как раз вопрос качества-количества. Это вот я продолжаю немножко. Алин вопрос. Вы когда смотрите на аудиторию медиа, которому собираетесь дать рекламу, как именно вы смотрите? То есть смотрите ли вы структуру этой аудитории? Важно ли вам, что, например, может быть большое количество аудитории вот этой случайной, пришедшей из Яндекс.Дзена или из любого другого агрегатора, который сегодня пришел, завтра ушел? Вот рекламодатели сегодня обращают внимание на эту историю? Есть разные задачи. Для разных задач есть свои инструменты и свои метрики. Есть рекламодатели, которые нацелены на так называемый охват. То есть им важно, зачастую не суперважно, кто именно, важно, чтобы максимальное количество людей проконтактировало с рекламным сообщением. В этом случае, конечно, в первую очередь смотрятся общие метрики, такие как количество уникальных посетителей в сутки, в месяц и так далее. Но если мы говорим о контентных проектах, например, о нативной рекламе, про которую я начал говорить, здесь достаточно большие ресурсы и со стороны рекламодателей, и со стороны редакции вкладываются в создание этих проектов. Они, как правило, не дешевые. Поэтому очень важно не просто разместить на популярной странице популярного портала некое рекламное сообщение, а очень важно, чтобы оно правильно дошло до правильных людей. И в этом смысле, конечно, рекламодатели стремятся качественно изучить аудиторию. Но на данный момент в основной своей массе качественное измерение аудитории заканчивается на данных. Первое – медиакит непосредственно самого сайта. Второе – это данные Google аналитики, как правило, они предоставляются, опять же, площадкой. И третье – это данные Gamius. То есть у Gamius есть данные по доходу аудитории, посещающей сайты. Когда по доходу, по примерно очень условной породу деятельности, на основе этого делаются какие-то экстраполяции, примерные прикидки. И вот, к сожалению, мы имеем то, что имеем. Мы понимаем, что это данные очень-очень высокой степени условности и приблизительности, но вот пока так. Но однозначно существует запрос в среде маркетологов и рекламистов, однозначно существует запрос на качественную аудиторию, на максимально полное понимание своего читателя. Я думаю, что по Яндекс.Дзен тут может быть еще отказ таки, что аудитория может оказаться не с Беларуси, и, соответственно, для рекламодавца с Беларуси это может быть неметовая аудитория, и, соответственно, возникает пытание, ци корыстно, а это ци некорыстно. У большинства выданий, у которых мне просто давалось поглядеть, стадины по некоторых региональных выданиях и так далее, оказывалось, что Яндекс.Дзен саправды приносил трафик, але это было непредказально, это было хвалями, и вельми часто они починали думать, что делать с этим далее, бо этот трафик размывал ядро аудитория, и они думали, что их рекламодавцы сказали, что с гэтом рабить, но это не та аудитория, которая нам треба. Ну, у вынику разважают, может быть, развести эти речи, бо там есть еще Яндекс.Дзен, можно выкрасить, как особную пляцовку, необыязково приводить на сайт. Можно картинки, да, слово Павлюка подправить? Да, давайте картинки Франака, и потом... Выпачайте, что я вас впервые просто Павлюк все правильно сказал, и я хочу просто показать картинки, невеселые картинки. Сумные картинки, так. Значит, первая картинка, вот это, не будем сказать, какие сайты, ко мне никого не зневажать, але вось гэта я сачу... Кратцей, есть таки SimilarWebPro, в принципе, для працы, для буйных агенций, ойки страшно дорого каштуя, и он дает махчымасть створыть блеки сайтов и сачыть за агульным развитем, и по интересах аудитории, 10 и больше докладно, 10 и меньше докладно. По некоторых рынках там больше аналитики, конечно. По Беларуси там только десктопные. Але вот навод по десктопных наведниках вось один из популярных топ-10 новинных сайтов в Беларуси, меу такую динамику наведников. И бачите, ух, закастрышник яуна трошки перабарщили. Вось давайте пагледзем, што отбывалось с гиншыми сайтами, які я уже будем называть. Я хочу сказать, што я працую на розных краинах. И мне только два разы, уразе урост, это у Армении подчас революции, калі саправды рост был приклад на 1800-1900% за один квартал, и вось рост за один год вось гэтых четырёх сайтов. Это амаль 300% рост. И сдавалось вельми класно, можно за их парадоваць. Потому, што глядзіця, і новіны бай, боже мой, не трыба кузры баю, я не бачу. Такс. А вы бачите, што і новіны бай, і Ку-Ку, і газета Солідарна, Синтэкспрэс, адкапіля свой куш. А цепер давайте пагледзем, колькі загытые самые місяцы, это сажніўня пакастрышник, три місяцы, гляты квартал. Паглядзіця, колькі було трафіку летось, Расія складала 7% на дэсктопах, это без мабілк. А вот што дбулося ў 18-м годзе, Расія складаю на сколькі ўжо? Так, спачкайте, я не вставіў. Я не ты, і ліч бі, напаўну, даў, да? Добра, тут, да, не тут, напаўну, я узяў гэта тут баюске, але прошу прабачэнь, я могу сказаць на словах, значыць, было 7% трафіку, в 18-м годзе, і стала 32% трафіку з Расею в 18-м годзе за гэты самы прамяжак часу. 7 до 30%. Я паўстю на Фейсбуку парадзён таму назад про гэтую саму лічбу. А цепэр даваеце паглядзім яшчэ, ось цікавая лічба, это пра метрыкі і пра розніцу ўспрымання. Глядзіця, калі мы возьмем па колькасці унікаў, то ў Беларусі адназначны лідар, хто? Ну, ся рот візгетах 4 сайтаў. Спутнік, канешне. Канешне, спутнік. И спутнік вельмі щодро падтрымліваецца цэлый просто інфраструктурай на чале з Яндекс Дзэном і Яндекс Ньюсом. А цепэр даваеце рухацца ўбок метрыкаў якасных. Так, а цепэр даваеце паедзім па середнямісячныя візіты. Тут ўжо спутнік не такі лідар, яны ўжо з нашайнивай, ў принципі, на ровні. А цепэр даваеце пародзім на іншу закладку, колькі сторонак за візіт чалавек адкрывая. Тобак патэнційна, рэклямадаўцу, важна, касабліва, калі эта размяшчэння метавая, ці тематычная, бачыць, нашаніва ўжо адназначна перамагая. Ну і калі берем метрыку праведзінага часу на сайта, то паглядзіцца, што адбылося. Тобак колькасті якасні заужды супадаюць. Вельмі правільна гучала, што трэба глядзіць розныі метрыкі і трэба выводзіць для сябе вузь гэты коэфіціэнт прапорцу адпаведнаці з метамі і задачамі, які вы ставіцца. Так што вертаючыся, нажаль, от лічбы тут нема, але вертаючыся до праблемы, сапрауды, Яндекс генеруюе гігантскую колькасті, я гу называю трэшавага трафіку, і тут пытання да ўсіх маїх, калігаў гэта добра цікепска, калі добра, то якім чынам гэтам можна скарэстацца? Давайте я расскажу ненашка пра тутбай, да, ваще пра наше атнашэнне к Яндекс Дзэну, ну, ваобщым-то, атнашэнне такоўже, как к любому другому каналу, каторый можыць привісті чітателі. Када паявляецца новый канал, канешна, ёго надо іспользоваць па максимуму, да, і выжымаць все, што ест, што бы это максимизировать. Другой вопрос, што, кога чітателі праходят, наша задача пробовать превратить их в лояльних. То есть они пришли, и наша задача сделать так, што бы они с большей долей вероятности больше читали, чаще приходили, возможно, не из того же канала, а из какого-то другого, но сконвертировать его в активного читателя. Если говорить конкретно про Яндекс Дзэн, то у нас вообще восемь контентных разделов, и по каждому, конечно, картинка очень разная. И совершенно не везде, вот этот российский трафик его больше. То есть вот самый большой проект NewsTodby, который там львиную долю просмотров делает, там 97, по-моему, процентов, я сегодня смотрела перед встречей, это именно белорусский трафик. Но это, да, скорее история редкая. И, в общем-то, на ньюсах не так много у нас трафика из Яндекс Дзена, если сравнивать с другими разделами. Понятно, что в Яндекс Дзене больше заходит такой, ну, легкий контент, что ли. Из наших разделов это в первую очередь леди и 42, ну, и это темы, которые, да, не только про Беларусь, но в целом ложатся хорошо на весь русскоязычный веб. На 42 это оружие, на леди это все, что угодно. И вот как бы здесь действительно доля российского трафика сильно больше, чем белорусского. Она, по-моему, до 80% доходит. Но, тем не менее, это люди, пусть и российские, которых мы можем, ну, задача любого бизнеса, это, понятно, деньги, да? Ну, это не история про радиосвободу, которая не монетизируется через рекламу, но это абсолютно история тут-бай. И здесь нужно четко делить рекламодателей из Беларуси, которым нужна аудитория белорусская, которую мы им даем, и аудиторию такую, которая пришла случайно, либо не случайно, абсолютно не имеет значения, она пришла из России или откуда угодно, потому что мы точно так же можем предложить ей что-то и конвертировать ее, ну, как бы это ни звучало, в деньги. Вот. И, соответственно, конечно, та аудитория нам тоже интересна. Понятно, что для белорусского локального рынка интереснее ее белорусская часть, и эта часть тоже в Дзене есть. Ну, и здесь та самая история про превращение пришедшего в лояльного. Но и российский трафик, пока он приходит, и пока мы можем что-то полезное из него извлекать, это тоже абсолютно наша история. Спасибо. Вот я думаю, что сейчас видео нам будет очень кстати. У нас недавно был гость пресс-клуба Александр Амзин, который сейчас занимается таким интересным ресурсом The Bell, и от него мы услышали такой свой инсайт по поводу Яндекс.Дзен. Мне кажется, сейчас он очень уместен. Ну, надо хорошенько подумать, что да, конечно, вам сейчас важно, что там вас прочитали 10 тысяч раз, 20 тысяч раз. Но, допустим, если вы посмотрите, там, я не знаю, как в Беларуси с этим, но вот в России, если вы посмотрите на трафик Яндекс.Дзена, например, вы обнаружите очень интересные вещи, что этот трафик, которому 55 с лишним лет, он в основном с андроидов. И каким же образом этот трафик появился? А этот трафик с андроидов, я вам скажу, это дешевые телефоны, которые сыновья и дочки купили своим бабушкам и дедушкам, а те некритично не настроили браузер, и поэтому думают, что тот им подсовывает прямо интересные новости. Поэтому, если вы, значит, напишите, допустим, слово Сбербанк, пенсионер, или еще что-то, раскрываю вам вообще секреты мастерства, то вы огребете огромный трафик просто. Вот просто, вот гадалки не ходи. И, между прочим, за слово пенсионер Дзен стал валить теперь. Вот. Потому что появилось огромное количество людей, которые стали просто писать фейки. У всех отберут пенсии. Вот. И дальше, и там крутят рекламу Яндекса. Ничь тоже сумняшися. Вот. И поэтому нам, естественно, надо понимать, что да, допустим, это позволит нам там заработать там на программатике, на каких-то размещениях, удовлетворить тех, всех и этих, но на самом деле себя дурить не надо. Вот. Или, допустим, есть такая еще смешная история, когда люди думают, откуда же взять трафик, давайте возьмем трафик социальных сетей. И каждый делает вид, что у его соседа трафик социальных сетей цветет. вот, просто, что там он 40% получает, 50, 60, там еще сколько-то там. Вот там посмотрите на Медузу, который явный в этой выборке аутлайер совершенно. Там у нее множество, перед ней закрыто множество других дверей, поэтому, естественно, там, ну, и есть лояльное сообщество. Вот. И когда у тебя там 5-10% еще какой-нибудь приходит такой чувак и говорит, давайте купим в Фейсбуке трафик. Я только добавлю, был еще очень интересный инсайт от Саши, поделюсь, потому что очень уж в тему. Оказывается, по-моему, РБК, если я не ошибаюсь, решили очень творчески использовать трафик Яндекс.Зен. Ну, поскольку это трафик такой токсичный, который, в общем-то, размывает целевую аудиторию и под которую РБК не собирается делать контента, но он все равно есть и надо на нем заработать, они стали показывать именно для этих людей в два раза больше рекламы. Ну, вот такая ничего себе интересная стратегия. Может быть, почему нет? Я только отрефлексирую по этому поводу, что да, для каждого медиа, наверное, вот тут момент решать. Такой прекрасный Яндекс.Зен, он дает трафик, можно вырасти, можно вырасти быстро. Дальше возникает соблазн под этот трафик модифицировать контент, то есть подстраивать свой контент под этот трафик. Знаю точно, потому что знаю несколько медиа, которые абсолютно точно пошли по этому пути. Очень опасный путь, мне кажется, я вот хочу обсудить с коллегами, потому что почти точно мы не будем говорить о том, что в какой-то момент этот трафик может лечь, потому что ты от него зависишь, платформа изменила правила игры, как это мы уже не раз наблюдали, с Фейсбуком в том числе, и трафик ляжет. Но я даже сейчас не об этом. Я о том, что когда медиа начинает подстраивать вот под такой трэшевый трафик свой контент, то оно, по-моему, очень сильно угроза потерять свою лояльную аудиторию, размыть свое ядро, и тогда, наверное, потом будет плохо. Но вот если можно, отнеситесь к этим словам, потому что могут быть разные на самом деле стратегии. Ну я абсолютно разделяю, то есть по мне это дико, и более того это путь в никуда, потому что да, и правила игры могут поменяться, и здесь даже не только про Яндекс, Дзен речь, а в принципе про любую платформу, которая сегодня трафик приводит, завтра можете его перестать приводить. Вторая история даже, наверное, в том, что никто четко не знает правил этой игры. И вот здесь я не совсем согласна с Сашей с тем, что он говорил, что там есть какая-то серебряная пуля, мы пишем вот об этом и получаем миллионы трафика из Яндекс.Дзена. Ну на самом деле нет, это не так. Более того, вот Яндекс.Дзен тоже любит менять какие-то свои истории, что они сделали летом. Тутбай не подстраивал свой контент под Яндекс.Дзен никак, но даже их последние изменения летние, они нас так или иначе коснулись и на некоторых своих проектах мы просто случайно замечаем, что там трафик либо сильно упал, либо сильно вырос, мы на это никак не влияем. И это очень грустная история, когда ты не можешь на это повлиять. Пытаться как-то подстроиться под платформу, которая живет по своим правилам и ты не знаешь по каким, терять при этом тех людей, которые приходят к тебе за тем контентом, который ты делаешь хорошо и к которому не привыкли, но это очень странный путь. Мне задается, что тут важно отказывать на пытание «что бы что?» Янтекс.зен, иншые подобные каналы, это инструмент, когда кто хочет серфить по хвалу и захопливать трафик. Это так же стратегия, это может давать огромные гроши, это делает огромные агрегаторы, и они по огромных датчинных в Беларуси выходят на первые позиции, им простей, у них нет редакционной политики, они просто чуйно реагуют на изменения в аудитории. С другой боку, есть выдания, у которых есть редакционная политика, яке хочет створать парад дня и так далее, и они ставятся перед пытанием, если мы только зарабляем гроши, у нас есть еще некая эмиссия. И тут уже отрымливается только серфить за трафиком бежать, у них уже не отрымливается. А есть те, что знаходят некую симфонию помеж тым и тым, не что могут зараблять, але целком не ламают свой хребет. Мне кажется, здесь важно развести два понятия. Первое понятие это монетизация трафика, и второе понятие это монетизация контента. Потому что монетизация трафика это то, о чем Паулю говорил, когда очень многие сайты состоят в партнерских сетях Google, Яндекса и так далее. Для них просто важно откручивать высокое количество трафика, потому что они получают за каждый просмотр, получают какую-то копеечку. В этом случае редакция может быть абсолютно беспринципной, ей важен высокий процент реферального трафика, откуда, как он приходит, это вопрос уже второй, третий, пятый, мелькнул в глазах у пользователей, хорошо. Но мы знаем и в последнее время достаточно много появляется успешных контентных проектов. Что такое успешный контентный проект? Это проект, у которого прежде всего высокая доля прямого заходят на сайт для того, чтобы прочитать какую-то информацию полезную. И эти проекты, как правило, достаточно успешно монетизируют контент за счет партнерских каких-то проектов с рекламодателями и так далее. И если говорить о том, что тренды особенно у тех рекламодателей смещаются в сторону построения такой тоже поиска своей лояльной аудитории, то здесь как раз может быть такая синергия между лояльной аудиторией изданий и лояльной аудитории рекламодателя. Поэтому тут опять-таки свои цели, свои пути решения. Я хотела как раз попросить Юлию продолжить про то, как работать вообще с контентом и какие платформы использовать. Мы будем как-то продолжать в эту сторону? Да, поскольку мы заговорили о монетизации, мне кажется, стоит немножечко поговорить на эту тему, подискутировать, как вообще стратегия работы с платформами, привлечения трафика согласуется с моделью монетизации. Потому что это важный момент, здесь каждая редакция очень четко должна эти вещи осознавать, поэтому это в общем-то азбучные совершенно вещи, но все равно часто в этом потоке редакции путаются, чтобы что? тут можно обеспечить, что тебе треба, но часто это не выкористовывается. Я на своих курсах показываю один слайд, где показывается реклама «Грибок на пазнохцях». И у фейсбука приватности есть максимум поглядеть, для кого была эта реклама. Там такая функция, чому мне показывать эту реклама. Там написано «Рекламу показывать жахрам постсоветский простор, я уже не памятую докладную формулировку, яким 45 годов, яким мужчины, яким володуюць русской мавы». Ну, видавочно, что помеж русской мавы и грибком есть просто выясовет. Я впевнен, что это был удар по великых площах. Разом есть пиксель в фейсбук, пиксель в контакте, которые можно выкрыстовывать и видеть перекрыжевание аудитории сайта и группов. Можно подглядеть, не ведущие конкретные аккаунты, но можно вернуться к аудитории группы и паблика. Это целком мягчимо. Но такого инструмента в принципе, с одного боку выкрыстовываются инши инструменты, сделанные на коленце, когда на вопрос вертаются администраторов пабликов. Это так само шлях, но мне подается, что это шлях, который может заработать администраторам социальных сеток полных группов, но это не то, что можно нормально кормить консентные проекты. И тут мне вельми спадабался, хотя есть и пывные пытания, досвид гомельских сильных новостей, которые научились заработать в пабликах, в контакте. Они, как сказал их керавник, два с половой оклада своим супрацовникам заработают с помощью пабликов. Это не кепский досвид для Беларуси. И я звертаю увагу на то, что сильные новости это проекты, который начался не коммерции проекта, а редакции начался и перешел в эту гляну. Есть форумы и паблики, которые променули этап створения редакции и научились заработать таким же самым чином. Это шлях для всех открыт. Тут вопрос на широкую аудиторию. В социальных сетках заработают когда уже узровень поднялся, как себя зауважили. А это далеко не во всех отрымливается. Да, и тут такой маленький комментарий. Большая беда социальных сеток, что часто там легко продавать контент, но сложно продавать бренд, потому что он совершенно унифицирован и напишет этот пост какая-то крутая редакция, у которой будет точная фрифицированная качественная информация или напишет на эту же тему, особенно если тема такая чувствительная, сенситивная, какой-нибудь фрик, да? Пост будет выглядеть точно так же. Юля, ну просто нема монополии, и учимся это добро, учимся кепско, но просто монополии уже не будет. Но я почему об этом говорю, потому что все равно мы это должны принять, это вряд ли изменится, хотя, кстати, Фейсбук говорит о том, что он будет какую-то верстку делать для брендов, по крайней мере для крупных, но пока этого все равно нет, мне кажется, что редакции могут что-то делать для того, чтобы бренд был все равно узнаваемый, несмотря на то, же, и тут вступают в силу такие вещи, тонов войств, какой-то уникальный тон, о котором редакция говорит со своим читателем, какие-то очень свои форматы, которые есть только у этой редакции. И вот те, кто это делает, мне кажется, Радио Свобода может тут хорошо... Я прошу про обращение, есть уже проекты, которые существуют без сайта, выключены в социальных сетках, они научились зараблять гроши, и они зарабляют над тем, что расшаривают их материалы. Зараз не могу пригадать приклады, а Шомка, кто еще с таких проектов ... тэгэ... тэгэрмюк... 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 рэгэрмюк... региональных пабликов таких очень много. Я крышку про иншая. Яны робят контэнт, и гэти контэнт разыходзица, яны робят цэля того, ка пен разыходзиўся, и яны зарабляют над тем, что яны ствараюць гэта контэнт. И гэта цалкам нормальная бізнес-стратэгия для сучасных социальных сеток. Дякуй. Может быть, напаследок, пока все не ушыл, насколько часто вы и рекламодателі уже работают именно с аудиторией социальных сеток? Тэс, это уже вообще норма? Или все-таки у рекламодателі есть пока какие-то предпочтения отдают сайтам и так далее? Если говорить о поисках аудитории и каких-то охватных компаниях, контентных проектах, то я бы сказал, что, наверное, соцсетки уже стали такой даже основой так называемого медиамикса, то, что мы называем медиамиксом в рекламе. Ну, просто потому, что даже если взглянуть на данные того же Гемиуса, который не учитывает даже данные пользователей приложений мобильных, которые являются основной точкой контакта с соцсетями, трафик в социальных сетях и аудитория соцсетей огромна. Если склад сложительный ВКонтакте и Фейсбук, например, то выяснится, что чуть ли не каждый житель Беларуси сейчас является активным пользователем плюс-минус той или иной сети. Поэтому социальные сети тоже стали уже таким очень важным каналом. Пользователи, вернее, рекламодатели стараются пользоваться различными инструментами, так называемый like for like, там поиск похожей аудитории. Но с социальными сетями тоже как бы не все так просто, особенно с новыми политиками Фейсбука, которые делают так, что в стране непродвигаемые посты брендов практически никому незаметны и так далее. То есть здесь тоже в соцсетях важно не просто нужно делать хороший контент, но, к сожалению, только этого недостаточно для охвата. Соцсети сделаны достаточно хитрые, они требуют определенных прямых вложений в прямое продвижение тоже. Поэтому здесь такой микс денег и их умного использования, создания качественного контента. Спасибо. Всего, я так понимаю, вам надо уйти. Нам очень жалко, но спасибо вам огромное. Спасибо за участие. Я немножечко добавлю, отрефлексирую по поводу слов Всего, да, все это так, да, мы все с этим столкнулись, особенно когда Фейсбук изменил алгоритмы, но тем не менее есть хитрости и мы видим, что редакции их осваивают и, ну, стоит, раз мы на эту тему говорим, проговорить, а какие же хитрости и, может быть, вы нас добавите. Есть вещи, которые остались неизменными, да, то есть по-прежнему Фейсбук очень прекрасно платные посты глотает, но тут мы попадаем в такую зависимость, то есть мы платим все больше и больше. То есть, сколько я не смотрела кривых, каждая редакция практически, ну, увеличивает те деньги, которые они наплатят Фейсбуку, и крупные мировые редакции, и наши, белорусские, все находятся в этой ситуации. Второе решение, это можно оптимизировать эти посты под обсуждение. Это то, на что алгоритм не менялся. Ну, то есть, грубо говоря, наш ведь контент, если мы хотим его продвигать, то, наверное, тут самое важное, чтобы о нем говорили. Если о контенте говорят, то все, он будет продвигаться уже дальше без нашей помощи, и тут уже дело редакторов, как именно это оптимизировать. Ну, и третий путь, это, наверное, активизировать пользователей, потому что все, что находится в личных лентах пользователей, оно тоже хорошо продвигается. Если пользователи от своего имени будут щедро делиться историями, то это тоже хорошо. Ну, и есть такой прямой путь, вот я не знаю, как он сработал. Помните, как только изменились алгоритмы, то просили пользователей лояльных поставить в приоритет. Вот вы делали это, Франек, такую штуку, нет? Мы делали все, и меняется все каждый день. И тут с позднейши, ты пропал на завжды. У сетках треба тримать руку на пульсе. Что мы опошные сделали с нашей редакцией, мы закрыли умов на отдел сеток, он оказался неэффективным. Мы сделали весь мультимедийный отдел, по сути, отделом сеток, потому что контент визуальный, интерактивчики, видеосторые, гульные, мультики, картинки, это все ее сетки. А те, кто нас занимаются сетками, занимались сетками, они теперь по сути, бездев, бизнес девелопмент, они домовляются, створяют задатковые каналы, домовляются с партнерскими саполками. Мы пооткрывали 20 разных каналов, мы открыли опошнее, у нас уже шеститысячная свобода природа ВКонтакте, куда мы даем свободу картинки природы в перемешку с нашими новинами сайту, и чем больше в узкую мы группу настроиваем, тем больше эффективнее. Некоторые группы у Фейсбука, например, только промову, только женщины, бывают дают более конверсии, чем 140-тысячная сторонка у Фейсбука, где жуки жаба, потому что там 20% украинцев, 10% российцев, и тяжко задоволить такую строкатую аудиторию. А когда у тебя метовые группки, у нас экономика Беларусь, есть агульные падеи, потом наши партнерские протесты у свете, мы даем конкретный контент со свободы, мы это накеровано, на конкретную аудиторию, на конкретную тему, и оно мое фантастичный отклик. Так само мы всех заточили наших коллегов под ангажование, не мерять прогляды, а мерять комменты. И наоборот так у инстаграме у нас упало на 5000 прогляды за пошние два тыдня, зато у нас выросло на неколькі сотень у середнім за день комментаров. У нас зараз в месяц 12000 комментаров под постами у инстаграме, и мы ориентуемся на комментары, а там есть вирусность, там прирост людей. И например, в инстаграме нам уже не потребно давать платную рекламу на долучение, потому что мінавіта гэта виральне посты, які трапляюць у закладку explore, там где люди шукают тематичные розные речи, они добрые идут. Но вельми важно, я захапляюся тут байем, да речу тут бай не потерпел от яндекса, але выдать диверсификации и трафику, и распавсюду контенту, это тут бай. Свобода просто специфічная, аудитория специфічная мета, и белорусская мова, она все сгужае, але у тут бай идеальна поставленная праца, идеальна балянсуюця розные краницы трафику, и я думаю, что мы учимся одно-однаго, и я рай усім белорусским медием учиться одно-однаго, потому что мы абсолютно недаречно конкуруем, спрабуем тут доказать, что тут мы лепше, публікуем, там, як наша не в пейдж-вьюз, там, мы самые крутые, у нас там уже все пейдж-вьюз, не в этом сенс, сенс, как бы, в объективной картине, кую нам треба асенсовать, заразуметь, дзе мы робим, что леп, что горш, и да помахчы отырмаць выгоду от наших моцных баков, взаемную выгоду. Такое классное резюме, это любимый вопрос белорусских журналистов, а почему вы такие красивые? Тут на самом деле мне бы тоже хотелось разделять вот эту позицию про идеально, но очень много есть куда расти, это понятно, и мы тоже смотрим на радио свободы и учимся тому, что вы делаете. Тут надо, если говорить про Тутбай, сказать о целях, которые мы ставим вообще перед своими соцсетями, потому что сейчас у нас здесь есть такой небольшой спорный момент, то есть с одной стороны соцсети для нас сейчас это очень важный источник трафика на сайт, здесь опять же речь о том, что есть история про монетизацию контента, есть история про монетизацию трафика, ну и здесь такое сочетание на самом деле обеих историй, потому что соцсети дают нам сейчас очень много просмотров, то есть если говорить в цифрах, то это в неделю может доходить до полутора миллионов, и понятно, что с одной стороны это просмотры, которые прекрасно монетизируются, но с другой стороны это та самая аудитория, которая интересна конкретная тема, и которая приходит почитать этот материал, то есть контент здесь тоже очень сильно завязан, то есть это важный источник трафика на сайт, с которым мы должны работать и держать это в фокусе, с другой стороны вот эта тенденция того, что мы видим в западных медиа, которые, слава богу, не так быстро докатываются до Беларуси, но катятся, это то, что все меньше людей постепенно со временем заходят напрямую на контентный проект, они все больше приходят из каких-то других источников, ну соцсети это один из этих источников, и понятно, что если мы видим эту историю, и если в западных медиа все это развивается сильно стремительнее, рано или поздно оно придет в полном масштабе к нам, и наша задача думать в том числе, как укреплять свои позиции, ну вот, собственно, внутри этих самых платформ, то есть здесь две такие спорные задачи, которые немножко конфликтуют друг с другом, с одной стороны пытаться людей привести к себе, с другой стороны растить их лояльность внутри этих платформ, растить количество подписчиков в пабликах, растить ту самую вовлеченность, количество комментариев, взаимодействий и так далее. Это то, что мы сейчас пытаемся совмещать, они каннибализируют друг друга, иногда что-то лучше в одном, иногда что-то лучше в другом, но вот в такой сложной реальности мы сейчас живем, ну и я думаю, что еще какое-то время, надеюсь, на самом деле, что долго, это будет еще важным источником трафика на сайт и мы будем так жить, но как бы вот будем думать в двух направлениях. Ну и, конечно, очень важно, да, диверсифицировать эти каналы и понимать, какая аудитория в каком канале есть, то есть если смотреть на Инстаграм, тутбай, если смотреть на Фейсбук, понятно, что там и новости будут разные, и подача этих новостей будет разная, ну это важно понимать и важно делать то, что, собственно, той аудитории, которая на платформе есть, подходит. Света, огромное спасибо, я тут только, что хочу добавить, это и Франек упомянул, и Светлана, наверное, самая большая сейчас опасность, это попасть в зависимость от какого-то очень крупного источника трафика, не важно, что это будет, Дзенф, Фейсбук, то есть вообще совершенно не важно. Наверное, поэтому вот то, что говорил Франек, очень важно смотреть за новыми источниками трафика, и тут каждый раз редакция находится такой в ситуации выбора, да, ресурсы ограничены, они всегда ограничены, платформ много, вот где найти тот баланс, но баланс важно находить и искать, потому что как только ты попадаешь в зависимость, многие это проходили в Фейсбук, Яндекс, Зен, как только меняется правило и просто рушится огромное-огромное количество трафика. И я тут еще что бы добавила, это, наверное, вот тоже и к Свете, и к Павлюку, насколько важно сейчас диверсифицировать, и как через платформы разные, поскольку там живет разная аудитория, как важно привлекать, работать с этими разными аудиториями. Я тут просто расскажу пример Financial Times, тоже недавно в пресс-клубе, у нас тут был один из редакторов и рассказывал свой интереснейший опыт, это уже давно было, ну, пару месяцев уже точно, у меня все недавно. Ладно, неважно, недавно. И смысл в том, что, смотрите, они сегодня работают с молодой аудиторией, поставили себе задачу. Financial Times, понятно, что это люди, которые сегодня читают Financial Times, и молодая аудитория, это вот вообще земля и небо, то есть это разные аудитории. Молодые не интересуются этими темами. Что они делают? Они используют платформы. Например, они работают через Инстаграм с молодой аудиторией, потому что она там. Через какие-то очень красивые картинки они все равно рассказывают нам коротко свои истории. и они работают через подкасты, поскольку молодые слушают подкасты. Они что делают? Они через роботов начитывают свои материалы, у них прям целый набор, можно скачать эти подкасты, и вот эти подкасты они тоже слушают молодые. И вот это вот круто, как можно работать с разными платформами. Кто-нибудь еще у нас хочет? Может быть, у нас... в принципе, можно уявить себе, что пропонуют створальникам контента все социальные сетки, мессенджеры, и находить, как контент был запотребованной аудиторией, как ангажованная была аудитория. Еще они хотят, чтобы с них никуда не уходили. Правильно? Так, але я заразкашечку про инше, я про то, якое потребование. Як бы не менялись алгоритмы социальных сеток, який, то разумная стушка Фейсбука, там ВКонтакте и так далее, яны спрабують угадать и пропоновать то, что будет цикава аудитория. Отповедная редакция так само может думать у тых же категориях. И, конечно, аудитория разных каналов адрозневается, але, само по себе, накераванность на потребы аудитории на сервисность это не тое, про што до опошнего часу думали редакции. И вось зараз ёсь такий выклик. И редакции спрабують, отказывать, это был social media first и тому подобные падыходы, яны саправды працуют. Другий момент, слушна, што вы казали пра тое, што социальные сетки хочуть брать грошы ад брэндаў, газеты так само трапляюць пад категорию брэндаў, так, але тое, што газеты робець віруснам, яны разыходець ўсё ровна. Тут знов такі ёсць адказ на пытання. Іншая рэч, што социальные сетки пачынаюць разважаць пра тое, што сёння стваральніки контэнта не могуць зарабіць дапамог социальных сеток достаткова грошаў і пачынаюць думаць пра тое, якім чынам прапанаваць такой махчымасць ў сябе робець ў социальных сетках. Дай Беларусі это невядома, калі дакотецца такім масштабе капады кармілы редакцыў, але гэта тая пытання, якое зараз вісіць ў павэтры ўсёй планеты і ў гэтым керунку ма будзім рухацца. Худшэй за все, калі такі падыход будзе знойдзіны, ён вельмі худка разыдзіцца, як худка разыходзіляся новыя смартфоны і гэтак далі, гэтак далі. І апошня, вот вы казалі пра знаходку Фанэншал Таймс на конд падкасту, які можна спампаваць, зараз амаль усе російські газеты это робець, і ведамасті, і звесьць камсамольскія прауды і гэтак далі, гэтак далі, ў їх є кнопачка націснуць, бо зараз прыкладна, ну крышачку більш, я не буду казаць докладны, лишь бы ўже не памятаю, память пакэты большымя снегамі, 55, допустім, адсотка ў беларусов крыстаецца смартфонамі для таго, каб чытаць контэнт, на смартфоне цяжка чытаць даўгі тэкст, простей паставець на прослуховання, калі ў цябя руки заняты, там ці што стейшчэ, адпаведна, гэтак контэнт робіцца знову запатрабаваным. І гэта хваля, якая з'явілася ў нас пасля таго, як з'явіліся танныя смартфоны. Калі ў штатах былі вельмі запатрабаванныя падкасты, ў нас смартфоны былі вельмі дарагіе. Зараз вось андроиды далі нам новое дыханні, і махчыма, это не шта дайс. Ну і трэба іще памятаць, ўт ўжа апошні штрэшок, што апошні вялікі такі прыхоў ў соціальна сеткі был з азіацкіх країнаў аудыторі, якая не умею чытаць і пісаць. Гэта аудыторія, якая умею карыстацца голосам падаваць каманды і карыстацца відеа. Пад їх ўжо крышічку меняець інтерфейс шмат яких каналаў коммунікацій, і мы хучай за все сатакнімся с нечым падобным. Трэба просто меўть на увазі, што гэтым трэба будзе пакарыстацца. Ну, може бэць с не сёння, може бэць не завтра, паска завтра. Пажаўста, кто-нібэць, кто прабутаець с микрофоном? Не, мы просим задаваць вапасы в микрофонду. Представьтесь, пажаўста. Светлана Кальцова, маркетолог. У меня вапрос. Мы, ни для кого не секрет, што сяудня очінь много СММ-агенств, которые зарабатывают непосредственно на контенте в соцсетях. Почему проблема для редакций изданий, особенно крупных, наладить точно такую же работу и зарабатывать на этом деньги? Вот я честно, искренне не понимаю, какая в этом проблема. Наверное, к Светлане, да. Давайте расскажу тоже про монетизацию соцсетей. Вообще, если говорить про подход Тутбай к этому всему, я говорила о том, что у нас сейчас две цели. Одна из них — это привести людей на сайт, вторая — это собрать лояльную аудиторию. Если вообще рассуждать про лояльную аудиторию, то, конечно, если человек подписывается на паблик Тутбай или любого другого крупного медиа, это такой знак доверия, что ли, да. Он приходит, чтобы читать те материалы, которые мы для него отобрали, так, как мы это для него написали. Ну и, в общем, это его отношение, и мы пока не можем себе позволить это, ну что ли, не оправдать эти ожидания. То есть для нас может быть очень сильно больно, если в нашем паблике появится вот прям реклама-реклама, просто потому, что, ну, это такое... Аудитория не поймет. Да, аудитория этого не поймет. То, что мы сейчас делаем и то, как мы начинаем монетизировать наши соцсети, это мы пускаем туда наши нативные проекты, но это натив, это то, что пишет наша редакция, и, в общем-то, посты в соцсетях это тоже то, что пишет наша редакция, это то, как мы бы сами написали этот текст и то, как мы бы его подали. Сейчас мы идем чуть дальше, и мы, на самом деле, вот буквально пару недель назад или, может быть, месяц, мы объявили или вот-вот объявим о том, что мы будем пробовать пускать в паблике, ну, по-моему, уже нет, по-моему, мы уже это прямо объявили, мы будем пускать не только нативные проекты, но рекламные статьи, но это все еще рекламные статьи, которые вышли на портале. То есть это то, что мы разместили у себя, и это то, что лежит в домене Тутбай, это не какой-то, это не ссылка куда-то вовне, то есть так или иначе, это тот контент, за который мы отвечаем. Вот это уже большой шаг вперед, который аудитория может не понять, но это как бы тот риск, на который мы пока готовы пойти и посмотреть вообще, как на это будет аудитория реагировать и как рекламодатели будут на это реагировать. Пока я не помню, чтобы были такие размещения, то есть пока их, по-моему, не было. А в чем опасность таких рекламных статей? Рекламных статей или рекламных постов? Рекламных постов. Ну, смотрите, если говорить про рекламные статьи, которые уже вышли на Тутбай и которые мы пускаем к себе, это риск того, ну, люди всегда негативно реагируют на рекламу, то есть одно дело нативный проект, когда это просто редакционный рассказ, это и всегда интересная история. Вторая вещь — это полный рекламный текст, который пишет сам рекламодатель, за который мы никак не несем ответственность. Есть рекламодатели, которые нормально к этому подходят и которые тоже понимают, каким должен быть текст, чтобы он и закрывал цели рекламодателя и читался хорошо, но практика показывает, что таких, хорошо, если половина, но все еще очень много тех, кто пишет просто вот в лоб рекламный текст с рекламным заголовком и так далее. И это очень четко считывается аудитория. Любая реклама — это негатив. Ну, вот, собственно, негатив от наших подписчиков — это отписки, которые нам не сильно нужны. Пока, если сравнивать деньги, которые мы потенциально можем оттуда получить, и количество негативного эффекта, которое выражается в отписках и вот этом вот всем, они очень сильно спорят друг с другом. То есть я правильно услышала? Введение тут-баем политики, что они влияют на рекламный текст рекламодателя, скажется негативно на приходе рекламодателей. Я не совсем поняла вашу ремарку про влияем текст на тексты рекламодателя. Ну да, вот вы сказали, что очень часто тексты рекламодателей не соответствуют политике тут-бая. То есть, ну, не настолько хороши. Нет, я такого не говорила. Я говорила о том... Не настолько хороши, абсолютно прямые в лоб рекламные тексты. И вам это не очень нравится? Или я что-то не так поняла? Здесь надо понимать, что есть вещи, на которые мы, редакция тут-бай, никак не влияет, потому что это контент, который пишет рекламодатель. Мы можем посоветовать что-то, но практика показывает, что советы не всегда воспринимаются как руководство к действию. То есть все равно... Ну, и давайте я приведу другой пример, просто чтобы вы поняли, о чем я говорю. Вообще мы как бы на тут-бай проводим очень много разных тестов, чтобы на цифрах замерять, что работает, что не работает. Если говорить про рекламный контент и бог с ними соцсетями, поговорить про сам портал. Один из недавних тестов, которые мы делали, чтобы понять, какие статьи, какое оформление статей будет лучше читаться, это тест, который мы проводили на нашей титульной странице. Мы проверяли, какие тексты с маленькой картинкой, которые явно считываются аудитории как рекламный текст, либо те же тексты с тем же заголовком, но без картинки вовсе, которые больше похожи на редакционный контент. У нас много таких новостей. Какие из них будут конвертироваться лучше в прочтение? Это был полный АБ-тест. Половина людей видела один вариант, половина второй. И правда жизни в том, что действительно маленькая картинка, она ассоциируется с рекламой, судя по всему, потому что такие тексты читаются хуже. Конверсия там могла разниться в два раза. Иногда меньше, но иногда доходила до двух раз. Мы этими цифрами, конечно, делимся с рекламодателями, предлагаем им два варианта. Но, к сожалению, многие рекламодатели, видя эти цифры, все равно хотят картинку, просто потому что, ну, не знаю, мой директор откроет утром тутбай, увидит картинку, значит, ну, я молодец. Если он откроет и увидит текст без картинки, значит, мы что-то не так сделали. То есть цифры, к сожалению, это все еще не то, что волнует большинство. И мы сейчас как раз сталкиваемся с той же самой темой, о которой мы уже не раз говорили здесь в пресс-клубе. Это о разном понимании к, скажем, контенту аудитории со стороны рекламодателей, со стороны медиа, то есть о редакционной политике, то, что контент и своя аудитория для медиа всегда намного важнее, чем какой-то заказ, например, да, то есть в каких-то ситуациях. И здесь спасибо большое Светлане, что рассказала как раз про этот АБ-тест и рассказала о том, насколько сегодня еще рекламодатели не совсем готовы видеть разницу, да, насколько часто вообще у вас появляются рекламодатели и, например, крупные ли это бренды, которые сразу понимают, да, то есть что им будет полезнее. Например, какое-то соотношение. Я немного работаю именно с рекламой, то есть я помогаю рекламному отделу, потому что я занимаюсь продуктом, то есть какие-то решения внедрять или проверять, я им помогаю, но вот непосредственно с рекламодателями я редко пересекаюсь. То, что я слышу от коллег, хорошо, что рекламодателей, которые осознанно к этому подходят, становится больше, их становится заметно больше, все больше рекламодателей действительно смотрит не только на цифры просмотров, но и на качественные метрики. И, собственно, мы вот эту статистику для них постоянно дорабатываем, мы делаем полные отчеты по каждому размещению, где есть и доскролл до конца, и время на странице, и количество конверсий. Для каждого это разные вещи. Для кого-то пойти внутрь, для кого-то просто дочитать до конца. Если статья имиджевая, то там может и не быть ссылок. То есть метрики разные, но всем мы этим делимся, и радует то, что компаний, которым это нужно, становится больше. Ну, то есть рынок, он обучается, развивается, это здорово. Но есть другой фланг, где все еще вот та история, про которую я говорила, но все-таки цифра еще не самоцель. Спасибо большое. И у нас сегодня такой медиаток довольно, скажем так, комфортный и по времени небольшой. У нас будет не очень много вопросов из аудитории. Да, представьтесь, пожалуйста. Здравствуйте, Андрей Зоут. Ну, деятельность я не буду свою озвучивать. Вопрос, наверное, к Тутбаю в первую очередь. Скажите, почему на данный момент, ну, не только Тутбай, крупнейшие белорусские СМИ очень плохо представлены в Ютубе? Конкретизирую вопрос. В принципе, ролики есть, но нет какого-то определенного продакшена и не видна работа на конкретного зрителя. Вот, общался с представителем, ну, скажем так, конкурирующей организации вашей. Они сказали, в принципе, подтвердили мои доводы, что нет редакции конкретного ведения зрителя. И, соответственно, вопрос, не готов зритель или не готов рекламодатель, который готов приносить деньги зрителю, соответственно, работа не ведется. Спасибо. Работа ведется, и действительно с этим есть сложности. Опять же, если говорить про Тутбай, то мы больше про новостную повестку и про какие-то, не знаю, советы, что ли, очень сильно зависит от контентного раздела. И тот путь, по которому мы шли, это создание общего канала, в котором, ну, вот сейчас такой действительно микс из разного типа контента, который, ну, это опять же, да, про диверсификацию. Понятно, что если ты хочешь попасть в какую-то узкую целевую аудиторию, нужно эти каналы дробить, ну, и, собственно, начинать создавать контент в одну тему. Мы сейчас на пути того, чтобы с этим экспериментировать. То есть, скорее всего, что-то такое в ближайшее время появится, пока мы в своем общем канале публикуем разные по сюжетам, по форматам вещи и, в принципе, смотрим на реакцию аудитории. Конечно, если говорить про Беларусь, то важно понимать, что в целом, если ты делаешь что-то, связанное на новости, это очень сложная история, потому что аудитория белорусского Ютуба, она сильно меньше, чем аудитория русскоязычного Ютуба вообще. А русскоязычному Ютубу новости Беларуси не очень сильно интересны. То есть то, что выстреливают на Ютубе в канале Тутбай, ну, там, что собирает миллионные просмотры, это совсем не новостные вещи. Это, ну, вот последний пример, который мне приходит на ум, самый просматриваемый видео, самый просматриваемый в нашем Ютуб-канале летом, это был блог стюардессы. И очень большая доля аудитории там была именно российской. Ну, то есть это просто то, что не про Беларусь, а про вообще интересная тема. Ну, и это тоже вопрос. Пока нет четкого понимания, как монетизировать вот эти просмотры на Ютубе. Если вот это миллионные охваты, даже на них, вот просто на сетках Ютуба ты не заработаешь очень много. Если говорить про прямых рекламодателей в Ютуб-канале, ну, пока нет особо как-то желающих. То есть нативные проекты, да, они там появляются, но это пока не какая-то глобальная история, нет большого интереса, энтузиазма. Возможно, если бы были какие-то, не знаю, 10-15 нишевых тематических пабликов, каналов в Ютубе, это была бы другая история. Но пока их нет, собственно, и говорить не о чем. Но я думаю, что пробовать что-то делать в этом направлении мы будем, потому что, собственно, сейчас активно ищем варианты того, как это делать. А есть еще вопросы, скажите? Я немножечко... Есть? Нет. Я немножечко тоже отрефлексирую. Действительно, аудитория Ютуба растет в Беларуси, в том числе и в Беларуси, и не только. Действительно, пока еще белорусские редакции не очень хорошо работают с этим каналом. Возможно, потому что нет понимания, а для чего и как это монетизировать. И тут, наверное, самое время еще, может быть, чуть поговорить о том, что кроме соцсетей в последнее время дает трафик, кроме соцсетей. Потому что на самом деле ведь соцсетями все... Но вот этим летом Ютуб изменил правила монетизации, повысил планку, так бы мовить, и большаясь белорусских проектов туда просто не трапить. Региональные проекты... Ну, я не кажу про идиотик-шоу и подобные форматы, які саправдой будут забирать великий трафик. Большаясь не трапить, просто им треба одразу ставить задачу выходить за межи Беларуси. Не для каждой редакции это целком зрозумело. Другий момент. Шматки редакции просто не здагадались, что треба створать канал своей редакции, а не заставаться в канале одного со своего супрацовника. Гэта этап не пройден и до ГЭТУЛЬ, и я до ГЭТУЛЬ сотыкаюся с тем, что так оно засталось по инерции. Третье. Шукаць партнера до того момента, пока не придумали такую линейку, неякую нишу, в якую бы гэты партнер мог бы давать гроши, и они рабили паунный контент, так сама немагчима. А до этого руки не дайшли, калены еще не зарабили свой канал, то до этого руки доклады не дайдуть. Ну и опошний штрешок, я одночы зарабил слайд, на яким был телеканал АнТ, який самый капитализованный в Беларуси, и АГПТВ, який есть просто каналом, блогом парты. У них были однольковые прагляды на Ютубе. А, какими новинами, я проводил это сферы на Ютубе, ось наши предавленные новины, это ОНТ, в Ларуси, в Беларуси, люди, який в Оголе, ну ведусь в блог, сами по себе, так, в видео в блог, у их прагляды, и колькась, а головный у них коэффициент, лайковый прагляда, ну, разы боли, таму новины, ничого не говорюць, назва. Не, ну я разумею, телеканал ОНТ, просто он сам и капитализован, у него есть гроши, у него есть специалисты. Ну, вы правильно сказали, нема ожидания, а сенсования того, что треба робить. Я не починаюць гэта робить, просто вот, Светлана рассказывала, что робить Тутбай, вот, кольк мы запросили ОНТ, я не бы так сами признали, что не починаюць про гэта говорить. Я не уже зробили шлях, ну, некальки кроков наперед. Иншые пытанья, што, як великой організаціям і тяжко развернуться, я кроме того, в Адрозня Тутбай, гэта не зусім приватная иніціатива, им треба шмат што узгадняць. Але я не будуць у гэтам же на керунку рухацца. А возьміці региональные новины телеканалов, я не будуць у вогулі на Ютюбе абсолютно мёртвымі, бо я не будуць заліць телеканал, там, допустим, Віцепсця, телеканал Гоміль, і там будзе аднольковая картінка на усіх заставках. Это просто абсалютна неразлічана на то, што бы на Ютюбе хтось ці глядзял. Пакуль, гэта не будзе інструментам, які будзе ўспырмацца, як інструмент зараблення грошаў, редакцій, не будуць рабіць нішавыя привязку для свого продукта, пакуль, яны не придумаць, якім чыном, выйсці на шарокий рынок. Насамрыч, ў нас ёсць контент-праекты, які вышлі на рынок паза межы Беларусі, і на Ютюбе, і асобныя блогі ёсць, які орентуюцца просто на цікавай теме. Сто год назад, калісты тут бай праводзял конкурс контент-праектаў, Хэпі Доктор Ру, врач з Гродна, ато ўже больш за 10 гадов назад, выиграл пріз, ён просто писаў цікавые речы, які были цікавые людзям, які разумеюць па-рускі. І гэта давала ему грошы. Это нормально. Вопросы не появились. Я тогда, може, уже мы к концу, наверное, подходим потихонечку. А? Да. Просто обращу ваше внимание, где ещё трафик лежит, кроме соцсетей, потому что тоже важно понимать, что всё время надо рисючить, картинка всё время меняется, меняется и меняется. Последнее время, по вот всем данным, очень увеличился трафик с Гугла, поисковый трафик. Какое-то время мы считали, что он уже отошёл, и что и SEO неважно стало для сайтов. И сейчас опять идёт тенденция, что поисковый трафик важен, его объём увеличивается. То есть в ситуации, когда Facebook меняет правила, и вообще жить сложно, Гугл очень сейчас хорошо работает, в том числе с медийными брендами, и надо на это обращать внимание. Из таких ещё очевидных источников, это, конечно, имейл-рассылки. Последнее время выстрелили практически для всех редакций. Те, кто вовремя и грамотно начал работать с имейл-рассылками, опять-таки, сегментировать их. То есть не просто рассылать свои рассылки, анонс-ссылка, 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 а сегментировать кто-то утро-вечер, кто-то вообще сегментированное по разным тематикам. Есть редакции, у которых там есть до 15-20 и более рассылок. Вот они тоже сегодня, это источник трафика, и, кстати, источник монетизации для многих тоже. Что ещё я забыла? Кто меня дополнит? Мессенджеры. Мессенджеры, конечно, да. У нас увеличивается трафик с телефонов, телефоны всё больше и больше. И вот ещё интересное такое было исследование. Исследователи считают, что в очень близком будущем вот эти вот наша публичность в социальных сетях, что мы от неё, люди от неё постепенно устают. И поэтому именно мессенджеры, как то, что даёт мессенджер, телефон, даёт некую приватность пользователю, что вот эти вещи будут набирать вес. Ну, это только прогноз, но в любом случае мессенджерам не надо пренебрегать, да, их тоже надо смотреть. Кстати, у того же Тутбай есть очень тоже свой хороший опыт работы в Вайбере. Может быть, Светлана, поделитесь? А в Телеграм вы ещё не работаете? Да. Ну да, мы работаем сейчас, на самом деле, с тремя мессенджерами. В Вайбере у нас есть паблик-чат. У него очень хорошая своя большая аудитория. Сейчас пытаюсь вспомнить, сколько лет назад мы начали его ввести. Наверное, год до три или четыре. То, что очень хорошо нам помогло вырасти, на самом деле, это, собственно, партнёрство с Вайбером, когда мы сделали свой стикер-пак. Может быть, кто-то из вас его качал, видел. Сава-Сава у нас был стикер-пак. И у него была механика… Сейчас уже не вспомню, как она называлась. Но смысл в том, что для того, чтобы его скачать, нужно было бы подписаться на наш паблик-чат. Это привело нам очень много подписчиков. Но самое интересное то, что они действительно остались там. Понятно, что постепенно отсеивались те, кто скачал только ради стикер-пака. Но очень многих у нас получилось заинтересовать. И они с нами остались уже года два, наверное, с тех пор, как мы это делали. Сейчас это для нас очень приличный канал, который приводит трафика, наверное, чуть меньше, чем Facebook тот же. Ещё мы работаем в Телеграме. Но с Телеграмом всё началось не так давно. И буквально, наверное, месяца полтора назад мы начали немножко тематически расширять то, что мы там делаем. То есть раньше там выходило вообще буквально, по-моему, только утренний дайджест или вечерний дайджест. Просто ссылки на главные новости. Сейчас мы немножко разноображиваем эту ленту. Мы даём какие-то вещи, которые, на взгляд нашей редакции соцсетей, стоят того, чтобы большая аудитория их прочитала. Ну и, собственно, с тех пор у нас уже в несколько раз увеличилось количество подписчиков. Их там немного пока, что-то около 6 тысяч, насколько я помню. Но это начинает расти. Ну и Facebook Messenger, ну там у нас просто бот, который шлёт, ну вот как раз кому удобнее утром, кому удобнее вечером. Он там по своей какой-то персонализированной логике отбирает то, что вы там с большой долей вероятностью прочитаете. Вот так. Спасибо большое. Ну, в общем, ещё одно подтверждение того, что сейчас, да, минутку, что медиа всё-таки должны работать на конкретных людей, чтобы поддерживать вот эту лояльную свою аудиторию. У нас есть вопрос. Представьтесь, пожалуйста. Валерия Гаврушева, ну, скажем так, журналист. Вот. У меня вопрос по поводу имейл-рассылок. В частности, у Тутба, я знаю, есть имейл-рассылка. И хотелось бы узнать вообще, насколько она популярна среди аудитории. И вот как она на сайте подаётся. То есть, был, по-моему, период, когда прям на сайте высвечивалось то, что, ну, типа, можно подписаться. А вот в последнее время я не вижу так, чтобы она как-то активно пропагандировалась. Вопрос, сколько подписчиков, ну, насколько вообще охотно подписываются, какие метрики можно собрать вот по читателям этой рассылки. И, собственно, думали ли вы насчёт монетизации имейл-рассылок? По количеству подписчиков у нас сейчас что-то около 180 тысяч подписчиков, насколько я помню. Мы достаточно много ресурсов тратим на то, чтобы эту рассылку готовить. То есть это такая авторская выжимка самых главных, самых интересных, самых любопытных новостей прошедшего дня, где тот человек, который её пишет, всегда старается как-то уже, если на страницах Тутбай мы нейтральные, мы не даём какую-то точку зрения, мы просто рассказываем факты, человек сам выбирает, как к этому относиться, то в рассылке это уже более такая неформальная, что ли, вещь, где человек, который её готовит, может где-то высказать своё отношение, где-то там пожалеть, где-то порадоваться. Ну и в целом она написана таким более дружественным языком, что ли, не таким нейтральным. Я бы сказал, что это референтный сервис с человеческим тваром. Вот, да, очень красиво сказали, так и есть. И поскольку это достаточно трудоёмкий процесс, мы стараемся максимум из вложенных усилий получить обратно, поэтому мы не только рассылаем, это письмо всем, но, возможно, вы замечали, на несколько часов утром, ну, условно, прошёл день, утром мы разослали рассылку, и на несколько часов с утра мы ставим вот тот же текст, который уходит в рассылку, в главной новости на главной странице Тутбай. И там этот текст тоже хорошо дочитывается. Ну, из 185 тысяч, по-моему, 185 тысяч подписчиков все письма, естественно, получают, по количеству подписчиков, которые к нам приходят в день, это не какие-то космические цифры, ну, где-то от 10 до, наверное, в лучшие дни, там, человек 50 к нам может прийти. Понятно, что в тот же день часть людей отпишется, ну, то есть движение есть, оно динамико-положительное, но так или иначе кто-то приходит, кто-то уходит. По поводу предложения подписаться, действительно, у нас был такой довольно навязчивый формат, когда вот вы заходите в новость, и прям перекрывая контент, ну, не целиком, но кусочек контента, появляется форма с предложением подписаться. Это работало, это собрало свою аудиторию, но просто это довольно раздражающий формат, и мы понимаем, что, ну, как бы долго насиловать своих любимых читателей нельзя, поэтому мы его, конечно, периодически отключаем, и более того, скорее всего, вот в таком навязчивом формате оно не вернется. У нас всегда есть форма подписки, которая в футере внизу портала есть, но мы, конечно, будем это более активно продвигать, в том числе какими-то рекламными вещами на портале, ну, которые просто не такие навязчивые, но и у подписки появится свое место в, ну, как сказать, в том, что справа, в том, что снизу под статьей. Оно не будет мешать читать, но оно будет более заметным для того, чтобы больше людей подписывалось. Если говорить про монетизацию, то, конечно, такие мысли у нас тоже были, и мы тестировали этот вариант в том числе с нашими рекламодателями, которые покупают нативные проекты, но здесь важно понимать, что рассылка — это такая история, то есть это такой овервью того, что произошло за прошедший день. И здесь не стоит ждать каких-то больших цифр переходов на каждый конкретный материал. Их там довольно много, и каждый из них в отдельности получает общего трафика, ну, не супермного. И, конечно, для рекламодателей цифры пока в прочтениях не такие большие, и пока мы не увидели большого интереса рынка в этом. Но это одно из направлений, в которые можно развиваться, и когда к нам приходят с конкретным запросом, мы, конечно, готовы это обсуждать и готовы это делать. Но просто пока это не стало каким-то массовым продуктом, но все возможно в будущем. Света, а можно вопрос? А насколько аудитории пересекаются? Вы как-нибудь смотрели на это? Они полностью пересекаются, потому что так или иначе люди, которые пришли на рассылку, это те, кто уже нас читал, ну, то есть мы не рекламируем ее где-то в других каналах. Ну и да, они для того, чтобы узнать подробности, переходят к нам обратно. Я почему вопрос задала? Потому что бывают и другие истории. Да, вот главред Кварца, Лич Фельдгидон, рассказывал, что у них только 20% пересечения, что они, в принципе, эмейлом работают на совершенно другую аудиторию, чем аудитория Кварц. Ну, такие варианты подыходы так сама есть. В принципе, мне подобаются еще варианты платной подписки, где пропадуется инший премиум продукт, эти некие додатковые продукты, которых нет для всех. Ну, неведомо, это может быть спамповать, максимум спамповать книгу, которая недоступна больше неде, али доступна подписчику спамповать песню, виды и так далее. У Беларуси, на жаль, таких вот премиум продуктов фактично не пропануются, и, адповедно, такого кшталту подписки можно перелечить по пальцах ты, кто спрабует гэта робить. Я думаю, што гэта праблемы масштабаў рынку, али, с другого боку, ну, раз спрабуюсь, значит, у когось ця може отрымацца, тады это може стать модным і махчымы выстрелять. Ну, я вот трымаю за их кулачкі, може быць, это отрымаецца. Для меня кажется очень важным то, что метрики всё больше важны не только количественные, но и качественные, и не просто вовлечение, даже как это было уже понятно несколько лет назад, а взаимодействие. И вот эти важность метрик взаимодействия для аудитории, для рекламодателя, вот, мне кажется, очень важно, что сегодня прозвучало. Также в приоритете для меня это важность для любого медиабрэнда своей лояльной ядерной аудитории. Если раньше, ещё пару лет назад, мы считали, неважно, где нас читают, главное, чтобы был бренд, и сейчас есть такая стратегия, но, наверное, для большинства белорусских медиа пришло осознание важности своего ядра. и его ценности, и работа с ним. Следующий момент, который тоже, мне кажется, важным, это когда мы работаем с источниками трафика, с дистрибьюцией, с платформами, то очень важно не попадать в зависимость от одной, во-первых, а во-вторых, всё время экспериментировать, пересёчить, смотреть, откуда ещё приходит трафик. Чем больше мы диверсифицируем, тем, наверное, мы как бренд, во-первых, устойчивее, во-вторых, ищем и выходим через эти платформы на свою аудиторию. Не буду занимать дальше внимания, передам. Наверное, добавлю о важности диверсификации, о важности понимания аудитории на каждой платформе, понимания того, как нужно подавать контент в каждом конкретном месте. Важно не только смотреть, откуда приходит трафик к вам и работать с этими каналами, но и, в принципе, смотреть за рынком и как только появляется что-то новое, пытаться идти туда первыми, потому что очень часто, особенно у нас в Беларуси, так выходит, что что-то вышло, все об этом поговорили, кто-то туда пришёл, уже сорвал, получил все сливки, и потом начинают туда идти все. Ну и вот важно очень быть в числе тех, кто туда пришёл первым, потому что всё самое вкусное, оно там. Ну и вообще для меня, и смотря на редакцию, и смотря на рынок, очень отрадно то, что да, всё больше людей начинают смотреть на цифры, и всё больше людей каждый день начинают с ними работать, и это здорово, опираться не на то, как я чувствую, как я вижу, а цифры не врут, и, собственно, с ними и надо работать, надеюсь, дальше этот тренд будет только расти. Я бы ещё хотел протягнуть тему на конт шмат платформенности. Треба иметь на увазе, что аудитория уже живе на некоторых платформах, больше никуда переходить не будет, и эти платформы не завсёды наши сайты. Треба научиться зараблять на гэтых платформах, и треба рабить контент для розных платформ, розный контент. Не за всё дотрымается рабить один и той же. У нас есть выклики, связанные с тем, что мы трапляем узалежность от великих монополистов каналов. Саправды треба думать про диверсификацию. Я не думаю, что у межах одной Беларуси это трымается нечто такое придумать, такий ровар, але ровар выдумываюць шмат, які іншые створальники контента, и не выключено, что завтра, пасля завтра нечто выстрелило в этом сэнсе. Так само я стекавностью назираю за экспериментами с мэсэнджерами, бо там крышечку па іншему прадаецца самый головный капитал, який есть у людей, увага людей. У социальных сетках фильтры уже не справляюцца с тым, каб дать кристальнику то, что он хоче, и он отремлевает за шмат белого шума. У мэсэнджерах это уже так само заявляется проблемой, але еще не такой проблемой, там крышечку па іншему это працую. Махчыма будзе новым этапам некий іншый падыход, дзе мы будзем отремлевать то, што нам трэба, и менш белого шума. Але накольких это будзе то, што нам сапрауды трэба, это уже нават не философское пытание, бо фильтрацыйные бурбулки, у яких мы живем, нават калі робим пошук в интернете, а пошукавек ведая, дзе мы знаходимся, и што мы шукали раней. Фильтрацыйная бурбулка, який разумная стушку фэсбуку ведая, што мы раней лайкали, што лайкали нашы сябры и так далей, и падказывая нам гэта. Это зусім не той свет, калі мы разгортывали газету і выпадкова бачили тое, што мы не збираліся бачить, ці уключалі телевізор. Светы ўже працую крышечку па іншему, і гэта той выклик, зя кім наши консерватывные редакции змагаюцца, спрабуюць змагацца, ну і гэта тое, што не уластива выключена Беларусь, а то уластива всему святу. І важна думаць пра гроші. Ну і я, наверно, дабавлю толька, наверно, мелач, но, как мені кажацься, важна не играць редакциям медіа по непонятным для них, неизвестным і порой хаотическим правилам, напррімя Яндекс Дзена, все-таки думаць про свау аудиторію. І, хоча, с цим можна поспорить, але це то, що для мене сьогодні тож, в общем, показалось важним. Да, що бы що, наш любимий вопрос. Ну і що ще хочу сказати? Подписуйтесь на наш Ютуб-канал. Присклуба є свій Ютуб-канал, у нас є наша авторська рассылка, у нас є все на нашому сайті pressclub.by. Ну і ще я хотела б вас всіх пригласить 22 ноября послезавтра на открытую литучку з прекрасними нашими друзями, іниціативою «Зеленая сетка». Ми будемо говорити о всяких разных интересных вещах, в тому числе очень много интересного буде і для медиа. У нас дуже багато можливостей, так що спасибо большое, що пришли, і хорошого продолження вечера. АПЛОДИСМЕНТО! 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 Продолжение следует...